Сегодня под председательством первого заместителя Акима области Нуржана Календерова прошла встреча по подведению итогов призыва на осеннюю срочную воинскую службу. В 2022 году и постановки задач на весенний призыв этого года, а также состоялся день открытых дверей с целью воспитания у молодежи военно-патриотических чувств к защите Родины. Всего по республике Казахстан весной этого года подлежит призыву свыше 18 тысяч человек, в том числе вооруженные силы более 7 тысяч, национальную гвардию свыше 6 тысяч, пограничную службу КМБ более 3 тысяч, министерство по чрезвычайным ситуациям 300, службу государственной охраны около 80 человек, отмечают специалисты. Мы для того проводим экскурсии, чтобы познакомить будущих призывников, учеников 10-11 классов, колледжей, с будущим прохождением для них медкомиссии, призывного процесса, чтобы они все видели, чтобы они заранее были готовы, то, что их ждет. Ведь в начале, когда они приходят, они здесь теряются. Для начала для них проводится психотестирование, ознакомление и медкомиссия. Только после прохождения всех этих этапов они призываются в вооруженные силы Республики Казахстан. Так для школьников и студентов была организована экскурсия по областному сборному пункту. Она стала познавательной и полезной для учащихся. Через год-два, когда наступит их призывной возраст, и данный визит поможет призывникам легко ориентироваться на территории сборного пункта, без лишних волнений, проходить призывную комиссию. Сегодня первый раз это пришел. Мне очень понравилась экскурсия. В целом, интересно стало. У меня до этого было желание побывать в армии. Сейчас пошел, еще раз усилилась, посмотрел на ребят, какие у них настроения такие позитивные. А самому захотелось в армию идти. От Джамблской области в ряды вооруженных сил других войск и воинских формирований в период весенней призывной кампании будет призвано порядка 1350 юношей. Начался призыв с отбора в пограничную службу КНБ. Стоит отметить, что начиная с этого года призывники из нашей области и отобранные для пограничной службы будут служить на территории своего же региона.